В Ульяновской области разрабатывают новые решения для цифровизации агропромышленного комплекса. Помогать производителям будет искусственный интеллект. Он способен сократить потери при уборке урожая, эффективно обработать поля и отслеживать качество посевов. Как отметили на профильном совещании, в ближайшие два года активно будут внедряться технологии прогнозной аналитики, а следующий этап посвятят роботизации. Собирать урожай и сортировать продукцию смогут технологические помощники. Так как само погружение и цифровая трансформация активно уже происходит, но требуется серьезное обучение, невозможно агронома выучить за три месяца. Точно так же искусственный интеллект невозможно за месяц или за два научить распознавать реакции растений. Поэтому мы рассчитываем, что к 30-му году уже будет полноценная возможность использования искусственного интеллекта в управлении растением, теплицей. А также появится возможность увеличить производство овощей. Современные технологии уже начали осваивать на госпредприятии тепличное. Овощи здесь выращивают в умных теплицах. Они помогают снизить затраты и поднять урожайность. Все благодаря комфортному микроклимату. И это не единственное ноу-хау. Искусственный интеллект аграрии планируют освоить за ближайшие пять лет. Мы видим применение искусственного интеллекта, как я уже сказал, это машинное зрение. Мы обучаем машинку сварить за сотрудниками, как они собирают санитарные нормы, как можно применить к сортировке продукции. И можно смотреть, как развиваются растения в своем диктативном цикле. В минувшем году тепличное собрало рекордный урожай – 15 200 тонн продукции. Госпредприятие производит основную долю овощей защищенного грунта в регионе. Практика выращивания культур в теплицах успела зарекомендовать себя. Ульяновская область занимает седьмое место в Приложском федеральном округе в подобном сегменте овощеводства. При этом доля овощей из закрытого грунта в общем объеме регионального производства овощей составляет порядка 14%. По сути, каждая седьмая тонна овощей выращивается в теплицах. И очень важно то, что сегодня тепличники стали на 95-98% уже самостоятельны в том плане, что все комплектующие сегодня имеются у нас в стране, и мы все делаем из наших российских комплектующих. Полный комплекс мер для развития агропромышленного комплекса в конечном результате поможет решить вопрос импортозамещения овощей. Для обычного потребителя это в первую очередь снижение цен на сезонную продукцию за ненадобностью импорта из других стран. На данный момент работа в этом направлении не завершена. Около 400 тысяч тонн томатов поступают в Россию из-за рубежа. А вот вопрос с огурцами полностью закрыт. На прилавки магазинов культуру поставляют отечественные производители.